Я из компании E-Pump Systems, я работаю в Intelligent Automation Компетенции, в WorkFusion практике в частности, в роли Development Team Lead. И сегодня я хочу рассказать вам о том, как с помощью Intelligent Automation Технологии мы создаем оцифрованные бизнес-процессы заказчика, тем самым принося нашим заказчикам огромную прибыль в экономию ресурсов временных и людских. Я на примере реального проекта, реального бизнес-кейса расскажу, как с помощью WorkFusion продукта мы автоматизировали бизнес-процесс и как наш кастомер остался очень доволен результатами. Как бы агенда нашего сегодняшнего, моего доклада. Я немного расскажу в принципе про E-Pump Intelligent Automation практику, чем мы занимаемся, какие задачи решаемся, с какими продуктами работаем. Потом немного расскажу о самом бизнесе нашего заказчика, какой флоу, чем занимаются рядовые сотрудники заказчика, какие бизнес-задачи решаются. Дальше посмотрим на том, что же мы должны автоматизировать, какие expectations, что от нас ждет заказчик, каких результатов. Рассмотрим на примере RPA и PLUS ML подхода, как мы это будем делать. Поговорим о RPA-инных тулах немного, поговорим о том, как создаются Machine Learning модели и как это все интегрируется в единый бизнес-процесс. Посмотрим в цифрах статистику, чего же мы добились, какие результаты. Ну и в конце подведем итог, насколько эффективна оказалась автоматизация нашего бизнес-процесса. И, скажем так, подведем в итоге результаты автоматизации со стороны заказчика, его ожиданий. Intelligent Automation практика в EPUM уже насчитывает опыта более 10 лет в области RPA, ML-разработки и бизнес-процесс-менеджмента. У нас на данный момент более 700 сертифицированных девелоперов и ML-инженеров. И мы предоставляем сервис в более чем 10 странах по всему миру. Наш сервис мы предоставляем с широкого профиля, начиная от консалтинга и заканчивая самой деливери и поддержкой нашей автоматизации. Мы работаем с ML, OCR, RPA и автоматизированным бизнес-процессом. Мы имеем партнерские соглашения с такими компаниями, как WorkFusion, UiPass и другими компаниями. Наши инженеры работают в областях страхования, банкинга, healthcare, в общем, по всему миру. И многие из них работают он-сайт, потому как работы чаще всего проходят с секьюр-данными. И очень много приходится работать он-сайт с бизнесом заказчика. И, как я уже говорил, мы имеем более 10 локаций. Исторически сложилось, что большая часть нашего департамента, нашей компетенции находится в Беларуси. Также очень большое представительство на Украине. Также подтягиваются такие департаменты, как Польша и Индия. И, конечно же, мы имеем локации в тех местах, где больше сосредоточены наши заказчики, как Северная Америка, Китай, Индия, ну и даже есть офис в Австралии. Итак, перейдем именно к конкретному бизнес-кейсу и к нашему заказчику. Мы работали с очень крупной семероамериканской компанией, которая занимается грузоперевозками. В частности, мы работали с отделом, который занимается грузоперевозками на кораблях. В чем же заключался суть вообще бизнеса заказчика? Попадая на корабль, когда груз попадает на корабль, составляется так называемый заказ на груз, или я его далее буду называть ордер. Заполняется информация, что за груз, вес, тип груза, что за корабль, различные данные, когда прибудет груз, когда он отправляется. В общем, более 50 полей для заполнения в ордере. Эти все поля заполняются и отправляются на почту заказчика в электронном письмом с оттачем ценового заказа. Вендоров очень много, которые работают с заказами. Соответственно, очень много лаяутов, очень много форм. Эти документы могут быть в Excel, доках, просто отсканированные документы PDF и различные. Также абсолютно нет какой-то определенной структуры. Данные могут находиться на первой странице, могут находиться на сотой странице. В общем, документы имеют очень разнообразную структуру, и это уже говорит о том, что в принципе достаточно сложно работать с данными документами. Когда это письмо приходит, сотрудники нашего заказчика обрабатывают письма, они находят аттачменты с ордерами, извлекают данные оттуда, то есть имеют определенную квалификацию, чтобы понимать, что за документ, какие поля находятся, как отличить имя компании одно от другое, как отличить адрес какого-то вендора либо просто адрес написанный, ну и много-много параметров. Это все собирается, информация заносится во внутреннюю систему для дальнейшей обработки. В принципе, вот этот кейс нам и предстояло автоматизировать. Что же от нас ожидал заказчик? Как я уже описывал, документы имеют более 50 полей и структурированы очень разнообразно. Соответственно, обычные сотрудники нашего заказчика обрабатывали один документ около 40 минут. Уходило на то, чтобы обработать один документ. Учитывая, что у нашего заказчика более 200 документов в день, то над этим работало, можно сказать, более 15 сотрудников, которые просто обрабатывали эти ордера и заносили в систему. От нас же ожидалось, что автоматизировав этот бизнес-процесс, обработка самого ордера не должна занимать более 15 минут, а именно участие человека, сотрудника, должно быть не более 10 минут, что позволяло бы сэкономить в людских ресурсах и перенаправить людей на более интеллектуальную работу, чем работу с документами. На нашем примере поговорим о том, почему мы используем RPA и ML-подход в паре. Сразу видно, что некоторые действия в нашем процессе делаются банально какими-то руками. Берем почту, достаем документ, данные эти заносим в систему руками. В общем, делаем обычную ручную работу. Но, с другой стороны, у нас есть работа, которая требует какой-то квалификации. Чтобы, как я уже сказал, отличить поле от поля, найти в документе на 20-й странице необходимый адрес и так далее. Вот здесь нам и нужен Machine Learning. То есть ручную работу делает то, что мы делаем руками, это RPA. То, что мы делаем своей головой, то, что нашим, скажем так, мозгом, этим занимается Machine Learning. На нашем примере, скажем так, наше RPA, ML и прочее мы можем разделить задачи, которые становятся для RPA нужны и для Machine Learning. Для RPA мы должны как-то работать с e-mail, брать e-mail, аттачменты, сохранять их куда-то. Также, так как документы у нас абсолютно в разных могут быть форматах, мы должны приводить их в единый формат, то есть работать с документами, с конвертацией. Все документы мы должны привести в текстовый вид с помощью OSR, чтобы Machine Learning мог работать с этими документами. Часть работы остается и с сотрудниками компании, потому как не все данные Machine Learning может излечь, некоторые он может излечь неправильно. И, скажем так, у нас остается задача кастомизировать manual task для сотрудников, в котором они могут проверять данные, дополнять данные, исправлять данные. Ну и утилиты, которые работают с API, с внутренней системой заказчиков, чтобы мы могли туда вносить данные, обрабатывать какие-то респонсы от системы, о том, правильные данные, неправильные, что вообще происходит с этими данными. Ну и на ношу ML приходится самое сложное, это работа с документами, экстракшн полей. И в первую очередь нам надо, в принципе, задевелопить саму Machine Learning модель, ее тренировать на реальных данных, документах. Так как мы имеем множество разных структур, это должен быть большой тренинг-сет, но об этом уже как тренироваться и искать данные поговорим чуть дальше. Ну и все поля, которые Machine Learning достает, нам надо как-то оптимизировать, формализировать, потому как мы должны привестись к каким-то датам, к каким-то номерам и так далее. То есть поля должны иметь определенную структуру. Вот этим всем занимается Machine Learning. Что касается стака RPA-технологий, то мы работали с такими тулами, как MX Exchange Web Services библиотека для работы с почтой. Для работы с файлами и конвертацией мы работали с LibreOffice и Apache PDF боксом. Ну и, скажем так, OCR происходит с помощью Abbey Fan Reader движка, который встроен... Первые три, собственно, как и Abbey, встроены в WorkCusion продукт и поставляются вместе с продуктом. Этот движок встроен. Внутрь WorkFusion мы с помощью REST API посылаем запрос на движок, и он нам возвращает уже этот OCR-иный документ. Скажем так, удобно, встроено. Вопрос, конечно, OCR это такое. Иногда, конечно, имеет качество хорошее-плохое, но это OCR. И то, что мы написали оболочку для API, нам кастомер предоставил REST API для работы системы. Мы написали оболочку, с помощью которой легко, скажем так, отсылаем запросы на сохранение данных и получаем респонс с ошибками либо с аксессом каким-то. И в случае, если что-то данное неправильное, нам как бы респонс предоставляет информацию, и мы можем исправлять это. Немножко поговорим о том, как же строится Machine Learning, какой Lifecycle у Machine Learning. Мы можем поделить Machine Learning Lifecycle на 7 стадий. Первая достаточно важная стадия это сбор данных. В данном случае наши Data Analytics работают очень тесно с бизнес-юзерами, те, которые делают это на производстве, чтобы понять, какие структуры документов, какие бывают документы, как определить поля, как составить тренинг-сеты для того, чтобы тренировать модель. В общем, модель надо как натренировать, так и подобрать тестовый сет, чтобы это все проверить. Этим занимаются наши Data Analytics, выбирают подходящие документы, чтобы они были в хорошем качестве, чтобы модель реально могла на них обучиться. Второй этап – это создание самой модели. Создание самой модели проходит с помощью на World Fusion AutoML SDK библиотеки, это Java библиотека. Я далее опишу, как она работает. Но смысл в том, что с помощью World Fusion написал собственную библиотеку, которая предоставляет возможность нашим машинерным инженерам, настроив компоненты, создавать модели, которые мы можем интегрировать в наши бизнес-процессы. Здесь мы создаем модель, обучаем ее на тренинг-сете и получаем какие-то данные. И дальше наступает третий этап – анализирование данных. Насколько хорошо извлеклись данные, какой процент извлечения этих данных. В общем, надо проанализировать, чтобы понимать, в каких местах, на каких полях нам нужно усовершенствовать нашу модель. На этом этапе собираются данные, чтобы предоставить их для дальнейшего ретренинга и усовершенствования модели. Четвертый этап – это, скажем так, как ретрейн-модели. Здесь очень часто мы привлекаем дата-сайентистов, которые хорошо знают, скажем так, суть и как можно максимально эффективно настроить AutoML SDK и компоненты, чтобы получить лучшие результаты. Когда мы усовершенствовали нашу ML-модель и получили приемные результаты, составляем Final Report, который предоставляем заказчику, чтобы, скажем так, взялось какой-то пруф того, что ML работает. Мы действительно получаем цифры, которые говорят о том, что ML эффективный в Machine Learning. Мы извлекаем нужные поля в нужном количестве. И дальше идет интеграция Machine Learning с RPA-ной частью. Параллельно Machine Learning с созданием модели, ее тренировки и так далее, также разрабатывается RPA-ная часть, в которой я уже описывал шаги с работы с email-ами и с системами и так далее. Мы интегрируем в это. RPA подготавливает, скажем так, документы в нужных форматах и подготавливает данные для email-я. После email-я их же и обрабатывают, вносят в систему и так далее. То есть мы здесь имеем уже конечный бизнес-процесс. Когда мы имеем конечный бизнес-процесс и мы его запускаем, тут мы уже можем собрать какой-то финальный репорт, в котором собираем статистику как Machine Learning так и в принципе прохождения бизнес-процесса. Сколько у нас занимает на то, чтобы наши документы в принципе процессили время, сколько в этом участие сотрудников компании на выполнениях Human TASC. Ну и в принципе получаем финальный бизнес-процесс. Автомейл SDK библиотека состоит из нескольких компонентов, настроив которые мы можем получить натренированную модель и ее интегрировать в наш процесс. С помощью парсеров мы из документов выбираем HTML-теги и на их месте создаем элементы такие как страницы, ячейки, таблицы, Pg, в общем сохранением данных о начале и конечном этих элементов. Начальные позиции конечные. С помощью аннотаторов мы из неструктурированных информации получаем структурированные данные и также создаем элементы на этом основании. Фичи-экстракторы занимаются тем, что они по токенам документов проверяют данные и с помощью машин-лёрнингов алгоритмов как бы создают так называемые фичи. В машин-лёрнинге очень распространено понятие фич, с помощью которых происходит поиск необходимой информации. Далее следующий пункт это сам машин-лёрнинг алгоритмы вернее. В WorkFusion продукции машин-лёрнинг алгоритмы уже написаны и они лежат уже в продукте. Наши ML-инженеры чаще всего не занимаются каким-то энхансом этих алгоритмов, а мы используем стандартные, которые у нас есть. Ну и чем занимаются тоже часто наши ML-инженеры пишут постпроцессинги. Скажем так, после того, как с помощью алгоритмов и всех компонентов мы извлекли данные, они должны быть нормализированы каким-то параметрам. Даты приведены в необходимые форматы, где-то там currency должны быть подпилены по нужным форматам. И в общем, данные, чтобы выходили действительно в хорошем виде, в котором требуется для ввода в дальнейшие системы. собственно, когда проходит цепочка и модель тренируется, мы получаем уже готовую модель, мы ее просто оплавим в наш бизнес-процесс и она уже работает в рамках бизнес-процесса, извлекая из такого же типа документов данные. Как я уже рассказывал, часть работы в нашем бизнес-процессе мы оставляем нашим сотрудникам компании, которые будут заниматься тем, что руками проверять какие-то данные или довносить. Получается, так как у нас более 50 полей и они очень разнообразны, то сотрудникам достаточно тяжело искать эти поля, как-то их заполнять, ты должен найти в документе поля, ты должен их в manual task вставить. В принципе, manual task это веб-сервис компонент, который предоставляет возможность бизнес-процессе влиять на данные бизнес-процесса. Мы сделали дизайн manual task удобный для пользователя, чтобы это было все в одном окне, это сгруппировано по смыслу, по бизнес-логике какой-то, также имеет возможность работать с календарями, с лукапами данных, с какими-то с датами, временем и так далее. В общем, чтобы пользователи максимально было быстро и удобно работать с данными. Также хорошим бонусом для наших заказчиков, для бизнес-юзеров оказалось то, что мы подсвечиваем поля зеленым в том случае, если процент, как бы, потенциальное извлечение данных полей достаточно высокий. Machine Learning AutoML SDK позволяет, извлекая данные, он предоставляет такую, скажем, данную о том, какой процент извлечения у этих данных. То есть, он идет автоматически. Для каждого поля у нас есть процент извлечения, то есть, правильность извлечения, и мы, когда берем эти значения и опытным путем устанавливаем какой-то треш-холд, какую-то границу, что если там больше 70% правильность извлечения, то это правильное значение. И в этом случае мы данные поля подсвечиваем, и бизнес-юзеры могут меньше уделять внимания данным полям, а сконцентрироваться на тех, которые являются неподсвеченными, и заполнять и проверять их. Это очень хорошо работает, это реально ускорило время работы наших бизнес-юзеров, причем очень кардинально. И мы получали довольных бизнес-юзеров, довольных кастомера данной фичей и данной manual-таской. Так, немножко о результатах. Здесь статистика по машинернингу, здесь статистика приведена для тестового сета, как я рассказывал, у нас есть три-реонировочный сет данных, так и тестовый сет. Тут получается статистика automation accuracy данных по тест-сету и по реальным документам, которые бизнес-юзеры проходили во время user-acceptance testing. На какие же понятия нам стоит обращать внимание при просмотре статистики по машинернингу? Это automation, это процент автоматического излечения машинернинг моделью данных. Сколько всего данных было излечено? И второй показатель это accuracy, это насколько правильно были излечены данные. Именно варьируя этими данными, например, тут у нас есть от нуля до единицы, это значит единица это 100%, мы получаем где-то около 70% автоматизацию, то есть 70% полей было излечено, и из этих 70% полей 70% было излечено правильно. Цифры могут показаться, что достаточно много еще неправильных значений, но как я уже рассказывал, более 50 полей в абсолютно не структурированных данных, и эти показатели являются очень хорошими для данного кейса, и это предоставляет очень большое скажем так улучшение, излечение и предоставление данных, уже готовых данных на латаск, чтобы бизнес-юзерам меньше приходилось заполнять поля из документов. В общем, статистика хорошая, является наш кастомер был очень доволен. Что же касается в принципе всего бизнес-процесса статистики, то обработка одного ордера у нас стала занимать в районе 10 минут. То есть от начала того, как письмо пришло на почту, до того, как оно появилось в системе, проросло с правильными данными. Сама время затрачиваем на то, чтобы бизнес-юзеры работали с этим процессом. В принципе, сколько они времени тратят на один документ. Но стало около трех минут. То есть потенциально мы ожидали заказчик, что бизнес-юзеры будут тратить 10 минут на один документ, но мы добились результата трех минут, что превзошло более чем в три раза ожидания. Это было очень-очень-очень скажем так воспринято в позитивном русле с нашего заказчика. Он очень был доволен. Что же мы имеем? Какой мы можем здесь вывод сделать? Что время затрачиваем людьми сократилось 40 минут до трех. Соответственно, на одну и ту же работу бизнес-юзеры тратят меньше времени и плюс на обработку документов в принципе сократилось до 10 минут. Значит, наш кастер может позволить себе обрабатывать больше ордеров в день, при этом имея меньше людей, которые работают с этой документацией, что уже говорит о действительно выгоде данного кейса. В принципе, наверное, это все, что я хотел по данному кейсу рассказать. если будут какие-то вопросы, добро... Ой. Спасибо, Андрей. Может быть, действительно у кого-то есть вопросы? Было много непонятного, да? Или наоборот все понятно. Варианта два. Спасибо, Андрей. Два вопроса. Первый. Насколько быстро заканчивает эти деньги, которые он вложил в эти процессы? То есть, он вложил пасту, 10 тысяч долларов, а потом он сэкономил это на людях, и вот за сколько месяцев у него получилось отбить эти расходы? И второй вопрос. Насколько критичны вообще были ошибки в этих формах? То есть, если неправильно распозналась, повысилась ли вообще процент ошибок, и как вообще хендили вы вообще на уровне людей или каким-то образом какие-нибудь ошибки? Вопрос понял. По первому вопросу. Скажем так, когда заключаются любые контракты с заказчиком, заказчик мы предоставляем, как я уже рассказывал, от консалтинга до деливери, на продакшене. Соответственно, мы смотрим области, которые могут быть заавтоматизированы и предлагаем решение. Сам же заказчик решает, выгодно или не выгодно, стоит вкладывать или нет. Какие средства заказчик сэкономил здесь? Я думаю, это как бы останется у заказчика эти цифры. Мы не знаю, не располагаем или скорее не хотим шарить, да, эти знания. Вот. По поводу второго вопроса. Да, понятно, из всего рассказано, есть первый вывод, что у нас есть ошибки. 70% это не так много правильности и сами бизнес-юзеры могут допускать ошибки. Но бизнес-процесс реализован так, что мы вносим данные в систему с помощью API, да, и сама система проверяет, еще перепроверяет данные на правильность. В случае, если какие-то данные не верны по форматам, по данным самим, то нам приходит респонс о том, что здесь ошибка в таком-то поле есть. И у нас стоит система, у нас есть retry, скажем так, manual task, в которой мы представляем бизнес-юзерам информацию о том, какие ошибки, чтобы они их исправили. Они их исправляют, опять идет на создание ордеров в системе, и, грубо говоря, уже создание ордера проходит, потому что ошибки исправлены. Либо если это, допустим, документ неправильный, или в принципе формат неправильный, или этот документ не нужен к обработке, имеется возможность в manual task скипнуть документ, скажем, отправить его в reject. Вот примерно такая вот бизнес-error handling у нас есть. Модель, которые доучиваются и в WorkCusion предоставляет возможность автор-ретренинг модели, когда система работает на продакшне и собирает, бизнес-юзеры продолжают работать с документами, накапливается необходимый сет документов для ретрейна, есть опция автор-ретрейн. После того, как необходимый тренинг-сет накопился с продакшна, запускается автор-ретрейн, который обновляет модель. Эта опция, ее можно включить и отключить. Для некоторых кастомеров важна именно работа, стабильная работа продакшна, потому что круглосуточная, а все-таки ретрейн модели занимают ресурсы железа. Правильно? И некоторые заказчики в принципе довольны текущей статистикой и отключают его в опцию. Но есть заказчик, который система позволяет именно по перформансу проводить автор-ретрейн и включать эту опцию. То есть такая возможность есть. с регрессией хуже модель может работать. Такие случаи вероятны, но в тех случаях, если бизнес заказчика в принципе меняется, появляются новые лейауты, уходят старые. Теоретически ретрейн должен помочь, но опять же нужен анализ данных, анализ результатов. Потому что автоматический ретрейн может ухудшить статистику, если плохие документы, плохой набор лейаутов, или качество документов плохое, излечение панды, процент излечения. Это теоретически да, но это нам намекает на том, что надо делать вторую или третью фазу проекта и дорабатывать. Потому что бизнес заказчика тоже меняется, и заказчик может получить необходимость чуть изменить модель, либо вообще в принципе бизнес флоу. Я надеюсь ответил. У нас получается на этом проекте было около 120 лейаутов. То есть лейаут это структура данных, около 120 разных структур данных. И необходимый тренинг сет, который мы набрали, это 1000 документов, который нужен был для правильной настройки. 1000 документов это 80% тренинг сет, 20% тест сет. 200 документов было на слайде это тест сет и 800 на тренинг модели. Статистика была собрана на 200 тестовая и на около 1000 документов во время UIT. Это в течение недели, чуть больше недели во время User Acceptance тестинга на продакшне ранился наш бизнес-процесс и собиралась статистика за это время. Вообще объем на продакшне? Объем на продакшне, как я уже сказал, в данный момент у заказчика в день около 200 документов, около 200 писем с документами, которые обрабатываются. Спасибо. Есть еще вопросы? Андрей, если у нас удовольствие ждать. Да, конечно, если какие-то вопросы, то подходите, поговорим, пообщаемся. Спасибо большое за внимание. Спасибо.